Освобождение Азербайджаном ранее оккупированных территорий открыло возможности для восстановления родной земли. Восстановительные и реконструкционные работы, согласно поручению президента Эльхама Алиева, уже проходят в Шуше, культурном центре Карабаха, героически освобожденном азербайджанской армией 8 ноября 2020 года. Сам президент вместе с супругой и дочерью побывал в освобожденной Шуше 15 января, не оставив без внимания и один из значимых религиозных объектов города – церковь Газанчи. В начале мая уже были доступны фотографии проводимых в городе реставрационных работ. На фоне реставрации также сносятся некоторые жилые здания, находящиеся в аварийном состоянии. Не секрет, что в течение почти 30-летнего периода армянской оккупации в отношении исторических и культурных памятников на азербайджанской земле осуществлялись произволы и вандализм. То, что не соответствовало мифу о так называемом «древней Великой Армении», уничтожалось, а что могло быть адаптировано – адаптировалось. Так множество храмов и монастырей Кавказской Альбании, а также русские православные церкви выдавались за «древнеармянские». Такая же участь постигла и церковь «Газанчи» в Шуше постройки конца XIX века. После оккупации Армении Нагорного Карабаха в 1992 году захвачеки реконструировали ее под армянскую апостольскую. Настоящее название этой церкви – «Газанчи» по названию квартала в Шуше, где она была построена. Сам квартал так назван, поскольку здесь обосновались переселенцы из Нахчевана, из села Газанчи. Это были тюрки-христиане. О тюркских корнях тех переселенцев говорит само название села, рассказал известный в Азербайджане историк Резван Гусейнов. Впоследствии армяне дали этой церкви второе название – «Собор Святого Христа Всеспасителя», при этом в народе сохранив истинное название, но переделав его на армянский лад «Казанчицоц», добавил Резван Гусейнов, автор монографии «Азербайджан и армянский вопрос на Кавказе». По его данным, изначально это была небольшая церквушка, которую армяне неоднократно перестраивали и достраивали, и уже в период оккупации Карабаха появился такой большой храм. Армяне бравируют этим фактом, утверждая сегодня на весь мир, что самая крупная армянская церковь находится именно в Шуше, что говорит о том, что этот край якобы является центром культуры, наследия и истории армян. Но это ложь, сфабрикованная история, сказал он. С церковью «Газанчи» связан и один неоднозначный эпизод в период 44-х дневной войны в Карабахе осени 2020 года. Тогда церковь была повреждена, и армянская сторона традиционно взваливала всю вину на Азербайджан. Однако официальные структуры в Баку заявили, что церкви не являются объектом атаки, если только не являются центром сосредоточения вражеских войск и техники. Тогда сообщалось, что в эту церковь дважды попал снаряд, притом в одно и то же отверстие, что в принципе невозможно, говорит Резван Гусейнов. Теперь становится ясно, что имела место армянская провокация, в чем еще будет разбираться азербайджанская сторона. Говоря о реставрации церкви «Газанчи» он подытожил. Думаю, что это очень достойный и символичный шаг, поскольку ценности мультикультурализма Азербайджана славятся далеко за рубежом. Подобных проектов по восстановлению христианского наследия Азербайджан реализовал множество, и это достойно гордости. Шуша, конечно, не станет исключением. Сегодня, когда Азербайджан ведет реконструкцию этого объекта культуры, ему, безусловно, придается его истинный облик, который он имел до оккупации края. На многих армянских информационных ресурсах восстановление облика церкви в Шуша преподносится чуть ли не как разрушение армянских святынь. С возмущениями по этому поводу выступил накануне и МИД Армении. В МИД Азербайджана дали ответ. Эти работы проводятся с целью восстановления исторического облика города Шуша именно в соответствии с оригинальным архитектурным стилем. В то же время хотели бы подчеркнуть, что обнаружение в 200 метрах от церкви «Газанчи» в Шуша обломков ракеты «Искандер-М» и тот факт, что трагедия не произошла лишь по счастливой случайности, говорят о том, что этим смертоносным оружием Армения готова была уничтожить весь город, и в том числе и церковь, которой она так дорожит, говорится в заявлении МИД Азербайджанской республики. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий.